Швеи, сапожники, парикмахеры, даже мастера маникюра. Это далеко не все, где могут себя найти и трудоустроиться люди с ограниченными возможностями здоровья. Здесь можно не только найти работу, но и активно провести досуг. Мастерская это первое, что у нас было всегда при обществе. То есть мы делаем фотографии, мы творческая мастерская. У нас есть сенсорная комната. Мы закупили кучу настольных спортивных игр. Проводим периодически спортивные турниры по настольным играм. Обустроить мастерские и создать рабочие места обществу помогли в том числе и грантовые средства. В 2019 году районное общество инвалидов получило финансовую поддержку из президентского фонда. А в прошлом грант-главы советского района, которые помогли улучшить материально-техническую базу. Однако период пандемии внес свои коррективы в жизнь и работу общества инвалидов. Мы практически не работали в прошлом году. В этом году мы закрывались, потому что у нас заболели люди. Но тем не менее помогали. Были продуктовые наборы собраны, разносили своим инвалидам. Оказывали какие-то свои посильные услуги. На протяжении долгих лет районное общество инвалидов плотно сотрудничает с администрацией советского района. Их объединяют длительные партнерские отношения. Самое актуальное в настоящее время это обследование жилых помещений, в которых проживают инвалиды различных групп здоровья и нозологии, на предмет соответствия либо несоответствия данных жилых помещений имеющимся заболеваниям. И возможности переоборудовать их, либо приспособить под потребности наших инвалидов. Несмотря на то, что большинство подопечных сейчас находятся в отпусках, работа в обществе не стоит на месте. В сентябре планируется провести турнир по настольным играм. Также здесь ждут инициативных людей, которые могли бы принести свои новые идеи. Игорь Скворцов, Анастасия Трутнева, Владимир Щекалев, телеканал Первый Советский.